Отдых и работа жителей Иркутского района под угрозой. Уже около недели в одном из поселков нет интернета, а вместе с ним и питьевой воды. Как такое возможно и почему люди стали заложниками современных технологий, разбиралась наша съемочная группа. Английский язык – редкость в сибирской глубинке, но в поселке Пивовариха Иркутского района эти латинские буквы теперь главная проблема населения. Уже около недели в населенном пункте нет холодной воды. Причина в постоянных сбоях электронной колонки. В том, что систем из «Вэри Бэт» уверены несколько сотен рядовых жителей Пивоварихи. Вода то появляется, то исчезает. Вот и сегодня все гуд только на электронном табло. То приедут, сделают, потом опять нет, потом опять сделают, так вот перемены все. А вот сейчас опять ни черта нет воды. Надо воду поливать и все, воды вообще нет. Не хочешь там, бери ее. Война населения с новейшими устройствами началась еще в прошлом году. Тогда сразу три механические колонки поменяли на электронные. Сделали это из-за соображений экономии. Многие просто отказывались платить за воду, но пользовались ей каждый день. Теперь ценную жидкость выдают только владельцам электронных ключей. Пока мы снимали сюжет в Пивоварихе, случилось чудо. Вода вновь вернулась в колонки. Но надолго ли? На этот вопрос нам ответили в управляющей компании. Есть несколько причин по их поломке. Это может быть уровень сотовой связи, это может быть сбой программного обеспечения, либо непосредственно уже какая-то проблема с электроникой. Здесь вопрос непосредственно уровня сотовой связи. На сегодняшний момент проблема устранена, была заменена сим-карта. Почему жители сибирской деревни должны зависеть от интернета? Сим-карты, электроники – вопрос непростой. Возможно, потому что на дворе 21 век. Вот только нужен ли такой прогресс, который может лишить человека самого главного – воды? Евгений Шоев, Марина Минченко, Новости по будням.